Друзья, всем привет! Сегодня вам расскажу, как утеплять ваши лоджии. Итак, здесь лоджия будет присоединена к помещению, убран стеклопакет. В этом месте будет столешница. Естественно, обязательно надо залить стяжку с пеноплексом на пол, с теплым полом. И обязательно здесь уложить керамогранит, потому что можете оставить окно, может попасть вода. Также керамогранит можно прогревать до 40 градусов, и это даст вам возможность отапливать это помещение. Итак, изначально, чтобы вы разрезе увидели, сейчас мы подойдем на вторую лоджию. На второй лоджии сейчас видно, что первым делом мы делаем термокороб. У нас вкладывается пеноплекс на пол, на стены, на все примыкания и на потолок. Мы используем 50-й пеноплекс. Вот здесь хорошо видно. Приклеивается он на специальную пену-клей. Также дополнительно крепится вот такими вот парашютами с пластиковым стержнем, не металлическими. Если вы металлические используете, потом он будет ржаветь, будет в мосте холода и могут следы появляться на штукатурке. Далее все это мы отштукатурим по маякам сеткой, и у нас получатся ровные, аккуратные, довольно прочные стены. На полу же уложена сетка, и потом уже заливаем витамином 5000. Вот такой вот раствор витамин. Не 5000, а говорился 6000 витамин. Это хорошая смесь. Ее плюс в том, что она довольно быстро высыхает. То есть на следующий день вы уже спокойно можете производить какие-то работы, спокойно ходить по этому помещению. А вообще смесь высыхает, буквально за 2-3 часа уже можно наступать на стяжку. В этом ее огромный плюс. Плюс она не такая дорогая и довольно прочная. Вот здесь видно, как она уже залита. После того, как вы залили стяжку, обязательно покройте ее пленочкой. Естественно, делаем по периметру демпфер, чтобы у нас стяжка могла жить свою жизнью, и не было никакого конфликта со стенами, и потом она нигде не треснула. После того, как у нас был сделан пеноплекс, как раз-таки мы залили всю стяжку, и после стяжки мы уже закроем окна и отштукатурим оставшиеся стены. На потолке мы оставляем просто пеноплекс. Ни в коем случае нигде его не дыряем. Аккуратно протягиваем здесь кабель под светильники. А сверху у нас окна были заранее опущены, чтобы туда спокойно можно было смонтировать натяжной потолок. То есть там стоял специальный доборный профиль, рассчитанный на это утепление. Ни в коем случае не оставляйте стандартно окна, а то у вас потом просто окно будет не открыть, либо оно будет светильники цеплять. Мы же там поставили добор, уменьшили просвет, и теперь у нас натяжной потолок нормально прикрепится к профилю окна. Таким образом все закрыт полностью. Такое утепление позволяет нам сделать очень теплую лоджию без всяких проблем, присоединить его к помещению, и плитка с теплым полом будет обогревать это помещение. Здесь не будет ни конденсата, ни промерзания никаких. Этого на данный момент вполне достаточно. Эта технология себя уже показала в течение многих лет. Мы везде ее делаем, и никаких проблем абсолютно у нас по гарантии не бывает.